Тема эта поднимается в рамках мероприятия Ассоциации Верховной Индустрии на базе подкометии Толюбова. У нас уже не один год обсуждается, все про нее знают. Давайте перейдем к таким цифрам, которые Максим начал вещать, расширить и добавить. Мы упоминали, мы систематизировали наше общение, упоминали, что в настоящее время первичной подготовкой занимается одна мера. У нас это единственное учебное заведение, Омский колледж, филиал Украинского училища. Ситуация в рынке какая у нас сейчас? Я, наверное, свое выступление разделил на три части. Первая часть – это тема круглого стола, непосредственно летный персонал, человеческие ресурсы для выполнения авиационных работ. Вторая логика выступления – это техническая составляющая, наличие парка необходимого для выполнения объема работ, авиационных работ, коммерческих в российском рынке. И третья составляющая, наверное, экономическая. Итак, остановимся на первой составляющей. В настоящее время в вертолетном сегменте гражданской авиации мы все понимаем, проблема нехватки. И ежегодно для компаний по темооценкам, которые мы слышим, требуется не менее 100 пилотов вертолетчиков. При этом из профессии в основном полвозраста уходит порядка 200 вертолетчиков ежегодно. Мы понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией первичной подготовки летного состава, то профессиональных пилотов не компенсируется притоком молодых специалистов. Добавлю вам, расширю Максима, слова, что в настоящее время в среднем возрасте вертолетчиков оценивается в 53 года. В среднем возрасте 53 года. Из них 48% пилотов находятся в возрасте 50-59 лет. 27% в возрасте 60 лет и старше. Теперь коротко расскажу о текущей ситуации в Омском полеже. Ежегодный набор курсантов осуществляется 100 человек. Летная подготовка проводится на двух типах воя. Первый этап – это был 407, их 3 штуки, и АЭС-350, их 2 штуки. В настоящее время, по информации, 2 штуки находятся АЭС-350 в ремонте. Второй этап осуществляется на Ми-8. Ми-8 – это 7 штук и один Ми-171. Из Ми-8 – это 4 неработоспособные. Вот ресурсы, необходимые для первичной и вторичной подъезда. Ежегодная потребность на лёте составляет на лёгком вертолёте 50 часов, на тяжёлом вертолёте – 40 часов. Соответственно, Омский колледж должен налётывать порядка 9 тысяч часов в год. Кажется, в лёгком 20 часов. Текущий момент – это, в принципе, открытая информация. Эта тема обсуждалась буквально 16-го, уже даже в Госдуме поднимался этот вопрос. И актуализирована она множеством обращений курсантов, которые не выпускаются уже 2 года. Значит, задолженность по состоянию на 17-е в октябре, почему я утвердительно это говорю, потому что в пятницу мы с ребятами встречались с директором колледжа с Роботом Александром Валерьевичем. Мы актуализировали эти данные. Текущее состояние – 81 курсант, не выпущено за 2018 год. Налёт необходим 6 тысяч 100 часов. За 2019 год не выпущено 115 курсантов. Налёт годовой составляет 10 тысяч 50 тысяч часов. Общая задолженность, чтобы мы понимали, за эти два года – это 16 тысяч часов. Вчера были у одного из ключевых заказчиков. Мы понимаем, что ключевые… Мы переходим плавно в экономику. Ключевые заказчики у нас в рынке – это сектор нефтегаза, порядка 70%. Хотя, к сожалению, в какой-то чёткой статистике, проблема реальная со статистикой. Налёт часов, ну, по оценкам, порядка 500 тысяч по годам. Отраслевой интернет-часов, я имею в виду коммерческий, да. Но чёткой детальной статистики, она нигде не сведена, её нет. Об этом рассказывает и Гусеника, об этом рассказывает и Высшая школа экономики, что негде взять для расчётов экономических, статистических данных. Так вот, работали в Лукове, точнее, насколько Вы летаете на обеспечение, годовое обеспечение своей производственной деятельности. С Луковой – перевозка людей, перевозка в авто и воду на офшорные операции, различные облёты регистральных трубопроводов. У них составляет на лёд 15 тысяч часов. По годам, как Вы зафиксировали, да, 16 тысяч у нас задолженность. То есть у нас задолженность одной нефтяной компании, на лёд, в отрасли, чтобы подготовить и выпустить тех курсантов, которые уже прошли теоретическую подготовку, да, тренажёрную подготовку, но их не могут выпустить и дать их, да, как коллеги, из-за ремарского отряда, правильно отметил, да, хоть каких-то курсантов, которые, да, ремарский отряд возьмёт, да, подготовит, вложит в них ещё дополнительные деньги. А этот человек, молодой, активный специалист, да, будет дальше, по севере не хочу, где потепле, и в связи, мы понимаем, с текущей ситуацией, вот про количество я так не могу сказать цифр, может кто-то сейчас озвучит эти цифры, да, а сколько пилотов-то вообще в стране, да, сколько пилотов, да, ну это кто-то ответит, да, численный состав какой. И те прогнозы и показатели, когда мы вообще останемся здесь, ну, просто останемся, будет техника, да, старая, новая, будут ауции, будет сервис, будет даже работа, да, работа исчисляется, как я сказал, 500 тысяч, при 2,5, которые были в советской области. Вот текущая ситуация.